завели возле пчел здесь акашу попозже все рубану главное насколько я слышал что попадание сока на кожи не было 9 блин утра веков вообще друзья всем доброго субботнего и приехал уже на дачу вчера сегодня дел наверное немного и сегодня с детьми с моим сыном с его другом с младшим по максимум постараюсь вам все показать время 6 утра проснулся поставил стрим сейчас ну по мелочи дети там колодец над покрасить я докажу заднюю часть участка соловьи видимо уже все от пели свое хотя в городе еще поют есть почему-то не слышу уже погодка ночью была пасмурной сейчас основные основная улочность уходит солнце уже давно давно встала но тепло на улице сегодня не очень жарко будет 22 где-то обещают так что я думаю будет комфортно и косить и все делать все у нас есть товарищ который пахал правую часть участка всю неделю нему кому дозвониться не знаю поеду наверно к 9 вроде не рано но и не особо поздно его бы еще успеть поймать выложить то что он то на тракторе то и на осенизаторе то на экскаваторе непонятно на чем его выловлю с ним договориться что вспахал купить комбикорм птицы доставить рамки возможно одной семье магазины плюс я еще полоски купил от клеща были поставить и пришла цепь но я не знаю тот размер не тот вроде 50 заказывал от 55 пришла в общем будем проверять на бензопилу надеюсь все подойдет ну и к четырем наверно к пол пятого мы поедем с детьми на рыбалку они у меня на этот пруд не ездили еще ни разу фидер поставим удочку спиннинг есть половин по очереди повеселимся думаю будет прикольно вечером мясо пожарим на речку они уже там сбегать собирались может искупаются народ безостановочные все на даче вчера приехали к десяти машина вообще не переставая туда-сюда туда-сюда катались такие дела всем покажу расскажу конечно еще хочется закупить металл под туалет дальше продолжить варить потихоньку уборную чем я сегодня надеюсь заняться в принципе ну насчет браги все возможные брагу сахар куплю 10 килограмм поставлю брагу дрожжи есть как я и говорил я смен зацвел очень красиво запах очень цвета полно у него 4 тысячи на подберу с проволочкой в общем работаем друзья все как обычно все потом ничего не меняется ну все солнце взошло выглянул из-за тучи может быть уже к пчеле сейчас залезть на стриме от двух до шести человек не больше ну соловей не поют красоты такой конечно нет нет нам мед наверное качнуть не получится эти выходные с детьми особо не поработаешь там куча пчелы будет ос еще не дай бог укусит кого когда много людей одному ну как-то с подручней ну или хотя бы там сын младший приехал и все это когда двое детей побегать попрыгать пчела будет нервничать оса тоже и забить на это дело так препарат буду использовать апидес такие пластинки такого плана дырочку прокалываешь и между рамочек опускаешь так и четвертая рамочка где у нас как раз новая матка пищит придется юная наставить да вот как раз сосулек полно я на этой рамке две штуки как-то найти полно мёдом забит конечно на килограмм 4 весит точно а вот и маточный большой убирать так друзья пчелы ушли и от клещей препарат поставил ни одну матку не нашел я правда в двух ульях только плотно смотрел долго в одном было маточников наверно 15 убрал оставил им одну старую не нашел думаю если новую знаю на какой рамке бегает мы старую найду новую беру не нашел ужалил меня три пчелы 1 в руку 1 спину и 1 в ногу так припухла маленько страшно сейчас расчистил машину под уголок застелю только покрывал хочу уголка купить метров 8 наверно возьму может даже 10 40 на 40 5-6 палочек по 2 метра чтобы было чем работать время уже 8 45 попробуем поставить цепь на бензопилу купить съездить комбикорм купить сахара на брагу так цепь вроде встала на посадочный момент очень тонкая грань перетянуть ее она будет слишком сильно болтаться поймать ее тяжело проверить попозже когда все проснулся мы едем дядя толи так дядя толю по итогу нашел я пока не понял чем трубку не брал но ему правда это операцию сделали сухожилие на ключице порвал как говорит вышла есть как какой-то круг удержит привить многое прийти не вечером посмотрит участок еще раз перепашет а через недельку трава сопреет он уже начнет ровнять он не живет техники у него экскаватор экран и трактора и осенизаторы как это называется выгребные яму чистить в общем чё трубку не брал так и не понял здесь вот деревня вот так вот а сколько я прошлый раз там соседа у него трактор сколько возьмешь за перепашку часто ну я не знаю ну сколько я не а я откуда знаю его мне за бесплатно хочется ты вспахал не но это не не ну я не знаю и оттянуть и ну в прошлом году брал по 2 500 вот в этот раз привожу 3 но это опять привожу спрашиваю сколько денег на но я не знаю но вот побольше чем прошлый раз я на даю 3 не но это конечно маловато но если ты не знаешь а я откуда знаю это писец и вот все этому дядьки и тоже в прошлый раз звонить звонишь он то на тракторе то еще где-то и вообще не не выловить это из соседней деревни так сейчас главное все не забыть точнее не забыть ничего уголок нужен 40 на 40 10 палочек наверно возьму краска нужно по дереву дети и будут перекрашивать занятий чем-то надо сегодня не буду они целый день болтаться и бегать они или кур уже бедных там они вешаются краску по дереву пусть колодец перекрашивать плюс кисточек надо закупить ну еще наверно баночку краски по металлу комбикорма 10 килограмм сахара ну и все вроде ничего не забыл не знаю чё вспомнил ой то вспомню все ребятки приехал строй двор надеюсь них уголок здесь есть дерево то точно есть сначала каркас сварить потом уже деревом закупаться все пойдем покупать все штука можно и все штука нельзя так ну уголок забрали 10 палочек по два метра я в ровне 10 24 метра я взял 12 палок по два метра сто восемьдесят шесть рублей метр чет 4 200 что вышло в районе такого ну чё люди гибнут за металл ценник конечно бодрый сейчас на все стройматериалы даже на металл так что такого соля вия еще дерево покупать свечу следующий раз там но я может быть я хочу у избе панелями обшивать кровлю в принципе у меня есть технониколь наплавляемый может и вообще металлом не буду крыть технониколем мастику купил обмазал и горелочка все продул и приварил ну до кровли еще времени угу го сколько там и пароизоляцию надо ну чё и каркас сварить так сейчас еду за комбикормом а еще краска по дереву надо вот я не купил купил 4 кисточки девчонки будут красить деревья и двери надо лаком покрасить лак у меня есть душевую а завтра перед выездом уже покрасим ну все косяки ну в доме чтобы вот не терпеть всю ночь вот дверь уже занесу тогда ну и в принципе шпингалет еще купить две штучки я думаю на что на что шпингалет то на туалет как раз и надо шпингалет мне в душевую да вот как раз душевую еще шпингалетик нужен и два-три крючочка полотенце повесим ну в общем едем что работаем тихоньку дел полно еще косить вот надо плюс я на задний участок я хочу может быть сегодня все вообще выкосить еще раз окончательно там потратить вот конкретно 3-4 часа сегодня до 4 там варить думать как варить туалет раму завтра тоже этим заниматься плюс с курицы надо еще разобраться курицы нашел а все таки в итоге покрышку в москве надо накосить ей травы там у меня вроде что-то типа сена оставалась вот но она уже все в траве сейчас его вычесывать оттуда и сушить не знаю посмотрим может просто накажу разбросай пусть посохнет высохнет в следующей неделе уже как солом положу может сейчас куплю если здесь есть у них но у них что-то за комбикормом ездил в прошлом году всегда солома была тюки сейчас что-то нет нифига в прошлый раз здесь все пропылесосил жалко будет все засыпать комбикормом все еще едем по магазинам все еще разобраться Такой вот чипок. Так, ну что, дети собирают яйца. Я комбикормик взял. Печелы все летают, бешенство наверное. Откройте дверку. Там петух стал грозным. Собирайте яйца. Аккуратно, только не бросай. Ложи. Привет, Калю. Привет и щелкай. Ты перо еще собрал птицы? Не случайно. Так, давай, не мешай. Ой, какие. Ой. Много, я сейчас корму засыплю. У нас сбежала ткань. Я думала, он сбежит. Он сейчас сбежит. Надо было закрыть. Садим? Держи. Камера. Так. Собирайте яйца, ребята. Это яйца. Давай помогай. Давай. Давай. Джесси? Ага. Пацаны, вон у меня красят колодец. Хистик будет краситься. Включили. Идем сейчас заполним. Водой будут здесь все косить. Сосинки все косить. Там вроде одна все дело в гнезде. Во втором. Да, нечетственно нет, нечетственно опять. Ну и так много, честно говоря. Корму им насыпал уже. Завтра воду налью с утра. И буду варить. Сегодня все хочу скосить вообще, чтобы идеально, чтобы на следующей неделе козьбой не заниматься этой, а исключительно туалетом заниматься. Надо полить еще вот там вот сливу и я воню сегодня. Тоже польем. В общем, работаем, ребята. У нас полетел. Здесь их много вообще. По осени особенно. Когда они выведут. Все уже взрослыми станут перед отлетом в теплые края, так сказать. Прям по полю шеллендрует. Стадами. Вот так вот. Погода сегодня шикардос. Не жарко. Не холодно. Идеально. Работаем. Вот, тасуется. Так вот. Сзади курятника. Какая хрень выросла. Ее надо сейчас срубать. Пока она семена не раскидала. В срочном порядке. И заливать уксусом побольше. Это то, что срубил. В прошлый раз не до конца срубил. Здесь непонятно. Остальные вроде. Там еще один. Остальные не видно. Но это я сейчас все скашу. А вот это надо срубать срочно. Так. Завелись. Возле пчел здесь акашу. Попозже. Надену защиту. Я сегодня тревожил. Переживаю, что атаковать меня будут сильно. Сейчас вот этот питак акашу. Потом возле пчел. Потом перейду на сосны. Потом срублю. Порщевик огромный. Работает. Так. Ну что заднюю часть покосил. Осталось вдоль забора. Возле улев. Но это после елочек. И после передней части. Все выкрашиваю. А там уже триммером все добью. Все остатки. Друзья, приветики. Ну что. Все сосны окосил. Свои. Стук пятьдесят шестьдесят. У меня. Такая вот. Питомник. Сосинь. Есть и маленькие сосны. Красники. И побольше. Уже двухметровые. Попробую в этом году. Видите ли в следующие выходные. Сформировать одну. Хочу не ваки сделать. Не знаю получится. Нет. Сейчас идем. Убирать борщевик. Махину. Эту здоровую. Чик-чирик. Вот этот огроменный. Сейчас чик-чирик. И запустят семена. Надо его по шурику рубить. И заливать. Какой толстый. Вам сейчас рублю. Покажу. Все рубануло. Главное, насколько я слышал. Что попадания сока на кожу не было. Сок попадает. С солнечным светом. И все. Волдыри сдувает. Ожоги химические получаются. Главное, чтобы вот этого не случилось. Все будет нормально. Так. Ну что. Снимаем все по старой схеме. Не таймлапс, конечно. Но. Субтитры создавал DimaTorzok Так. Ну что. Достал триммер. Думал триммером все. Кошло. Оторвался шнур. Минут сорок минут шнур чинил. Часть покосил уже дома. Тут еще прошелся. И розу одну срезал. Жалко. Ну возможно завтра до кашу. Все не устал. Уже время. Начало четвертого. А я с одиннадцати кашу и кашу. Буду готовиться на рыбалку. Все поеду. Все увидимся. Хорошо. Я взял с собой лекарства. Средство от комаров взял. Вот там птица сидит. Утка или это? Как ее? Чайка. Поплавок кидает. Ну или рядом. Поплавок кидает. Чего? Ну в поплавок. Рядом. Там с ним. Ну тип того. Вот он. А лучше, если есть бойлор товаровой еще. Нет, бойлор. точно на крючок а вот я кукурузу а кое-как и она спасибо большое спасибо я буду пробовать понял спасибо за спиннингом следишь мой за . вот там вот ведро где трудом так настали на третий мостик ребята уехали рыбы в тонну если сказали надо приподнимать фидер пенопластовую такими штучками на крючок одеваешь потому что кукурузу тихо 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 сейчас будем пробовать он эту березку аккуратно я думаю я наступил сачок воду опускать нет только не нервничай ладно ни за что не переживай ниже сачок воду на колени аккуратненько сильное что-то но не тяжелая щука обычная на кукурузу не плюет но бьется как щука может белый амуркик я еще не ловил их ой слушай заводит кусты заводит опускается не бойся не нервничай я подвожу давай тихо тихо мимо мимо кирилл ниже опусти ниже опусти не торопись не торопись не тут вот еще одного вам пробовать останька мне ножик да вот в кармане так друзья мы взяли карпа килограмм на 2 на 21 взяли на фидер на клубничную кукурузу удочка тишина спиннинг тишина сегодня работал фидер то есть наша постоянная рубрика рубрика молчаливый фидер закончилась мы завершили закрыли и слава богу все будем собираться до встречи завтра друзья все мои воскресные приветствия сегодня выспался как человек тут проснулся время 8 мои все спят поэтому сейчас докажу в итоге здесь перед воротами триммером вчера конечно он меня задолбал постоянно это леска раскидывается сейчас в итоге все добью что в следующие выходные заниматься исключительно строительством туалета куром водички налью травки тоже дам и что еще и браку поставлю наверное будем выдвигаться домой вот ну так посмотрю как дело дальше туалет на ничего не успею сегодня не хочу в пробке попасть уехать день провел в итоге хорошо вчера карпиком мы закрепили только у нее странный рот какой-то на форелевый похож нижняя челюсть так вниз назад у него ну да ладно да еще рыбным почистить он лежит на солнце ну в общем все увидите сейчас будут все это покосить честно говоря чем после вчерашнего спинищу ломит нормально пчелки нектар с жасмина запустил стрим сегодня мой личный рекорд одновременно 25 человек ну а ну по нему кайси ну а ну по нему кайси Девять блин утра, река уже вообще ужас, я весь насквозь мокрый. У меня на 3 мили на этом щитка нет, я его купил другу, Александр приветствует вас ночью, где-то 8 назад, 7-8. Ну и мы приехали на дачу ночью тоже, немного, так сказать, расслабили, и когда его собирали, сломали этот щиток, и вот кашу без щитка разлетается все, у меня тут в некоторых местах щебень есть, приходится сапоги надевать, он может все. правее штаны все правее, щитком я тоже думаю, конечно, взлетается, но не так, более концентрированно. вот, косим дальше, косим дальше, еще чуть-чуть, чуть-чуть за все. все друзья, все добил, теперь можно две недели не заниматься козьбой, наконец, и это уже очень круто. очень доволен, не буду косить, встречу выходной. вот, сейчас пойду, посмотрю, что там со стримом, мне кажется, там уже пора завязывать, я туда еще вышел в косой, ну, стримим, наверное, никто не смотрит, поставлю телефон на зарядку, а с вами сейчас будем заполнять бутыли сахаром, и засыпать дрожжами, отнесу это все в склад, он так прилично нагревается, перчатки не забыл, надену обязательно, пойдем смотреть стрим. телефон переставил, на другую волю, более логично. 460 человек просмотрела. нормально. ничего не снял. я думал, я снимаю, а я ничего не снимаю. в общем, друзья, сюда засыпем, сахар здесь был нормальный, не кусковой, здесь кусковой. засыпал в левую такие, такие, друзья, в правую вот такие. вот, и вот, размешивать каждый день времени нет, водичка вроде согрелась за двое сутки, за сутки точнее. сейчас с тобой все делал сарай, на крышке делаю перчатки, а вот, сейчас все увидите. у этих справа русских дрожжи, шапка поднялась, уже запах, все, дрожжи, прикольно, надо запомнить, с этикеткой заграничные, а это русские. так, все, сарай отнес, там темно будет, камера, плохо в темноте работает. справа, где русские дрожжи, реакция уже пошла. место под шапку я не оставил, но, блин, перчатку все равно пришлось одеть, в связи с тем, что у меня здесь осы летают, потому что тут и рамки, и много чего пчелиного, и осы, и пчелы, и у меня просто будет вот так вот здесь пчел с осами, вот здесь глухо пока. ну посмотрим, приедем посмотрим, в перчатках отверстия сделаем. на следующей неделе все будет видно, ясно, что отработало, что не отработало, сколько сахара съели, взболтаем. еще надо под аппарат у меня здесь трубки, во-первых, купить, потому что я уже старый, там рассохлись все под подачу воды. и трубки куплю, и еще на кран надо насадку специально, тоже под подачу воды, надо все проверить, плитка индукционная у меня есть, аппарат высокий, 2 метра где-то, если в сборе, куб двадцатка литров, объем хороший. вот, но на следующей неделе гнать не будем, через неделю, наверное, я как раз закажу трубочки, насадочку эту проверю, сегодня закажу. так, ну что, по делам нашим, сейчас идем, наверное, перекушу, вот, и затем идем к курам, нальем воды, и под конец друзья и семью уедут, позволю туалет проверю, раму, который сварил, подходит или подходит или нет, вот, и в следующие выходные уже плотненько займусь, чисто у меня будет пчела, с пчелой найду матки, все прям, время много потрачу, откачаю две рамки меда, сто процентов, может больше, весеннего, потому что они там забиты, тяжелые, ужас, и буду заниматься за строительством туалета, не знаю, может даже с соседом за USB панельом съездим, у меня потом сарай еще одна осталась, вот, еще, а, еще дверь надо повесить обратно, вчера дверь снял с туалета, ой, с туалета с душа, девчонки покрасили лаком, сегодня еще косяк докрасит, и все. вот так вот работаем дальше, по курочкам пойдем сходим, я все покажу. Пчела прям разактивничалась, в 8 утра когда стримил, ой, яйцо прям на улицу снесли, жопа. там же, все те же. раз, два, три, четыре, пять, шесть, и одно на улицу. 7 и за сутки. Нормал, нормал, все, по клону. Эти дверь не закрывают, и все прям на улице. с зубы. А больше не крестят? У нас вроде нет. А, не довольные какие. я сегодня еще на кашу высокой травы разбросаю здесь покрышку забрал я уже говорил повешиваем покрышечку вы положу так друзья носить чё курятник залил водой сейчас на травку нарежу покажу нил а чё ты не высыпаешь давай высыпай не бой в общем зерно засыпаем сейчас покажу им травки свежий брошь ну и покажу еще рассыплю здесь я нашла высох в колесо покажу и все и будем рвать когти в лес сегодня заехать у меня не получится еще не семьей они не будут мне там ожидать вот в лес на следующей неделе думаю за скотч зайду с другой стороны тоже вроде еловой не ла дверь внутреннюю закрой пожалуйста молодец вот так что друзья спасибо за просмотр всем добра видео выйдет в четверг планируется так что всем хороших выходных берлин увидимся через неделю у